Продолжение следует... Здорово, Днева, Алистанешники! Добрый день, дорогие друзья! С осени 2016 года приход храма святого праведного Иоанна Пронштадтского, духовным попечителем которого является настоятель Иерей Олег Ивашенко, воскресная школа вдохновения, директором которой является Андреевна Наталья Алексеевна, СКО «Благовещенская станица» Атаман Цодиков Сергей Михайлович реализует проект творческих вечеров по святым местам родного края. Сегодня у нас с вами третья такая встреча, и я прошу благословить наше мероприятие отца Олега. Сегодня воскресный день, поэтому смело могу сказать «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» На самом деле это мероприятие, это начинание, наверное, пришло своевременно, потому что главной задачей, все же, наверное, внутри прихода, является созидание самого прихода. То есть образование такой вот приходской семьи, такой вот общины, в которой была бы живая связь и человека с Богом, и человека с человеком. Поэтому, как уже было сказано, цикл таких встреч у нас продолжается. Я хочу пожелать, чтобы цикл этих встреч у нас продолжался как можно дольше, насколько это возможно, насколько существует наш приход, чтобы все это было естественным дополнением жизни приходской. Вот. Ну и, конечно, хочу призвать Божьи благословения, чтобы все то, что мы здесь увидим, услышим, чтобы оно не как в народе есть выражение «об стенку горохом» и отскочило, а чтобы все впиталось, и чтобы сердце наше, сердце человеческое, наше сердце было такой благодатной почвой, благодатной землей, в которой вот эти семечки произрастут. На самом деле, вот сегодня праздник русских святых, всех святых земли российской просиявших, и мы на проповеди с вами говорили, что много мест, куда мы с вами ездим, но есть наш родной край, где много святых мест и таких особых достопримечательностей, которые каждый живущий в нашем регионе должен посетить, соприкоснуться, ощутить. Вот. Я думаю, что сегодняшняя встреча этому будет способствовать. А впереди праздник Урюпинской иконы Божией Матери. С этим днём я вас всех и поздравляю. Храни вас всех, Господь, Божья на вас, на всех нас благословения. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Мы рады вас приветствовать, рады тому, что вы в эти тёплые летние дни нашли время прийти в храм и посетить наше мероприятие. Итак, среди множества тех праздников, которые мы с вами отмечаем в весенние и летние дни, конечно, особое значение имеют праздники Богородицы. Сколько раз Божья Матерь своим покровом спасала нашу родную страну, когда, казалось бы, что гибель уже неминуема, она через свои чудесные образы проявляла особую заботу и о людях, и о стране. Она помогала выстоять нашим воинам, помогала выстоять нашей Родине от любых завоевателей. 22 июня 1941 года совпал с праздником всех цветов в земле российской просиявших. На рассвете германская армия всей своей мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий, авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В Великую Отечественную войну большинство граждан нашей страны встретили без веры в Бога, без Бога в сердце. И поэтому, когда наступили тяжелые суровые дни, старики вынули иконы, которые хранились до поры до времени, матери, написали молитвы своим сыновьям, отправляя на фронт. Чудесные образы Богородицы сопровождали и воинские формирования, и воинские армии. Человек на войне, все люди на войне были верующим, потому что страх, который люди пережили, невозможно самому без веры, без Бога перенести. Конечно, самые тяжелые, самые ответственные битвы люди говорили о том, что они видели явление Божьей Матери. Не было бы без Бога победы ни под Москвой, ни под Сталинградом, не снялась бы блокада в Ленинграде, не было бы победы и в Берлине. Близкая нам тема – это Сталинградская битва. И мало кто знает, что 12 ноября 1942 года в Сталинграде в разгар самых ожесточенных боев было явление Божьей Матери в районе завода «Красный Октябрь» и баррикады. 10 ноября 1942 года немцы живым щитом в районе завода «Баррикады» выставили детей и женщин. Спрятавшись за ними, они пошли в наступление на тот остров, который сейчас называется Людниково. Конечно, наши солдаты не могли стрелять по детям и женщинам. И бой, конечно, был неравный. Это произошло 10 ноября, а вот 12 ноября было явление Божьей Матери. С 14 и 15 ноября было самое последнее, ожесточеннейшее наступление фашистов на Сталинград. Оно провалилось. 19 ноября было наше наступление, контрнаступление, которое завершилось потом победой под Сталинградом 2 февраля. А вот командармом 62-й армии Василий Ивановичем Чуйковым были записаны такие слова, что самые ожесточенные бои, самые страшные бои, которые он только видел в Сталинграде, были на покров 14 и 15 октября 1942 года. Когда его штаб находился в районе Мамаева-Кургана, у него за один только день, 14 октября, в Покров погибло 30 офицеров штаба. И вот по его воспоминаниям, у него в партбилете хранилась молитва, написанная его рукой. «О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник! Мне все трудное легким садей, и помоги мне!» Такую молитву он носил в партбилете. И надо вам сказать, что человек это был необыкновенный. У них была многодетная семья, 12 детей, 4 дочери и 8 сыновей. Все 8 сыновей ушли воевать, ушли на фронт. Мама два раза ходила в Кремль. Как вы думаете, для чего? Молиться. Молиться. В Кремль не ходили молиться, в Кремль ходили просить. А что мать могла просить? Чтобы они вернулись в живое время. Это мы так думаем. А она ходила, просила, чтобы в их тогда еще селе Серебряные пруды не закрывали церковь. И вот представьте себе, Василий Иванович Чуйков прошел гражданскую войну. Четырежды был ранен. Он прошел всю Великую Отечественную войну, начиная со Сталинградской битвы. И не был ранен ни разу. Когда уже... С ним был один такой случай, когда освобождали Украину, получилось так, что их машина, командование, попала в колею, не могла выскочить из колеи. И... Навстречу из-за леса появилась машина немцев. И они решили, что надо выскакивать из машины, из этой легковой, бежать в разные стороны. Разбежались все в разные стороны. Стоял какой-то одинокий дом. Чуйков подбежал к нему, встал, прислонился к стене и замер. Началась там обстрел, бомбардировка и так далее, и так далее. Минометный огонь, вражеский огонь любой. Вот. И когда все это закончилось, Чуйков, от напряжения, сжав кулаки, захотел перекреститься. Он не мог разжать руки. Он перекрестился кулаком. И он говорит, я когда обернулся, посмотрел на этот дом, осталась только стена, к которой он прижался. Остальной дом был разбом... как бы рухнул, да? Вот его спасла эта единственная стена. А во время Сталинградской битвы напряжение было такое, что его звали генерал, который воюет в белых перчатках. Конечно же, не потому, что он был такой щебок, а потому, что только в Сталинградскую битву за всю Великую Отечественную войну у него кровоточили руки. Открывались раны, кровоточили руки. Он не мог ни писать, ни показывать, ни давать какие-то указания. Было все в крови. И медсестры уже знали, они перевязывали ему руки. И это было только в Сталинградскую битву от такого вот напряжения. И когда после войны, после Великой Отечественной войны, уже после победы, за родительским столом у матери собрались все восемь сыновей, живых и невредимых, и стали между собой рассказывать, как они воевали и как они этой победы добились, то мать, маленькая, хрупкая женщина, она им сказала, не надо друг перед другом гордиться и кичиться, это я вас у Бога вымолила. Кто знает, может быть, наступит такой день, может быть, найдется такой человек, который напишет такую икону, Богородицу-заступницу в Сталинградской битве, может быть, еще настанет такое время. Конечно же, конечно же, наш народ воевал, и победа 1945 года случилась как раз на праздник Пасхи. 6 мая был парадник Георгия Победоносца и Пасха, и вот эти пасхальные дни, они были победными. А вот парад Победы проходил, начало войны у нас 22 июня, а парад Победы проходил 24 июня 1945 года. А почему не 22-го, не 23-го, а почему именно 24-го? А потому что 24 июня 1945 года была Троица. Вот на этот праздник проходил парад Победы в Москве. А сейчас мы приглашаем на импровизированную нашу сцену Викторию Васильеву, которая споет песню о Богородице. АПЛОДИСМЕНТЫ Христа в колыбе не качала, С любовью смотрела на сына, Всю жизнь наберет его знала, Что он всех простит, как детей, Как вырешив всех херувимов, На плечистых руках ты носила Того, кто весь мир этот тежит Великой десницей своей. Молитя, молитя, Как матерь простила и усыновила, Молитвы ты сыну несешь, Пресвятая Богородица Господь и усыну молитца, Что слышишь, мы знаем, Как матушка нас бережет. В Египет бежала, Святое семейство далекое, Ангелы светлое войско, Семейство то бережет, Ты любовью согрета, О всем ты мире молилась, Примите того, кто вас радит, Всю жизнь и кровь отдает. Пресвятая Богородица Господь и сыну молится, Как матерь простила и усыновила, Молитвы ты сыну несешь, Пресвятая Богородица Господь и сыну молится, Что слышишь, мы знаем, Тебе прибегаем, Как матушка нас бережет. Пресвятая Богородица Господь и сыну молится, Тебе прибегаем, Что слышишь, мы знаем, Как матушка нас бережет. Пресвятая Богородица Господь и сыну молится, Тебе прибегаем, Что слышишь, мы знаем, Как матушка нас бережет. Донская икона Божьей Матери. Заступница земли русской. Августовская икона. Урюпинская икона Божьей Матери. Донская икона Божьей Матери. Заступница земли русской. Этот образ Пресвятой Богородицы принесли с собой на Куликово поле донские казаки из города Сиротино, где икона пребывала в Благовещенской церкви. После битвы казаки преподнесли ее потомку Александра Невского, который через сто лет после своего знаменитого святого князя Александра Невского разбил татаро-монгольских ханов и принес победу на Русь и освобождение. Так вот казаки преподнесли ее возвращавшемуся с победы святому благоверному великому князю Дмитрию. Князь принес икону в Москву и сначала поставил ее в Успенском соборе Московского Кремля, а потом, когда был сооружен Благовещенский собор в Московском Кремле, перенесли ее туда. В память о победе на берегах Дона икона получила название Донская. Благодарность Пресвятой Богородице за милость, явленную через Донскую икону, был основан и Донской монастырь, в котором сейчас находится список чудотворной иконы. Он и поныне пребывает там, а икона же из Благовещенского собора Кремля находится в Государственной Третьяковской галереи. Один раз в году, накануне дня празднования Донской иконы Пресвятой Богородицы, образ из Третьяковской галереи привозят в Донской монастырь, где он доступен становится для поклонения верующих. Августовская икона Икона посвящена чуду, явлению Божьей Матери на ночном небе русским воинам в начале Первой мировой войны 14 сентября 1914 года. Божью Матерь, боговладельцам на руках, видели воины, по крайней мере, двух различных воинских частей, находившихся в районе боевых действий, в изгорода Мариамполе, в августовских лесах. В настоящее время это территория Польской Республики. По воспоминаниям тех самых казаков, наши казаки попали в окружение. Были в темном лесу, ничего не видно. Они стали усердно молиться, и вдруг перед ними осветилось облако, и вышла Божья Матерь. Она рукой показала им путь, как выйти из леса, и скрылась опять в темноте. Казаки после видения такого забыли, в какую сторону им идти. Они осетали коней, отпустили по воде, и сами кони повернули и пошли потихоньку, и вышли из леса, из окружения, и пришли живыми. Стали казаки письма писать. А казачки, в честь чудесного спасения своих мужей, собрали свои украшения и наняли иконописца, чтобы он им образ Богородицы написал так, как и писали своих письма их мужья. Вот как стараниями казачьих хутора Клецко-Почтового была написана икона Августовской Божьей Матери. На иконе имеется напись в нижней части. Сия икона сооружена иждивением казачьих хутора Клецко-Почтового, о здравии воинов, с перечислением 52 имен, которая находилась в Кременском Вознесенском монастыре, созданном в 1711 году. За годы с его существования Кременско-Вознесенский монастырь, где хранилась икона, пережил многое. Войны, государственные перевороты, был не единожды разорен. И вот сегодня одна из древнейших обителей в городской области начала новый виток своей многовековой истории. В этом году обитель отмечает 306-летие со дня основания. 28 февраля 2008 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил внести в официальном святослов празднование в честь августовской иконы Божией Матери. Как сказал епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей, «С иконой человек рождался и рождается, с иконой он живет, с иконой он и умирает». То есть на протяжении всей жизни икона сопровождает его, иконой мать благословляет сына в армию, иконой благословляют брак, иконой благословляют все хорошие дела. И сейчас мы, слава Богу, можем видеть, что не только в домах христиан, но и в разных предприятиях, рабочих учреждениях, учебных заведениях присутствует икона. Для нас, живущих на Волгодонской земле, столицы русской глубинки, городе Урюпинск, особое значение приобретает то, что мы находимся под покровительством чудотворной иконы Матери Божьей Урюпинской, главной святыней нашего края. Мы молимся перед ней и просим не только за себя, но и за весь наш край, за нашу землю, ею благословляем. Для нас это является основным знаковым действом. Нас уже знают не как, не какой-то эфемерный город, а реально существующий, потому что у нас есть явленная икона Божьей Матери Урюпинская, еще одна святыня Волгоградской области. Из-за кафе святой Владычицы Богородицы, ради явленной иконы, ее нарисуемой Урюпинской, можно узнать, что чудесное явление последовало 21 июня 1821 или 1927 года. Год становится как сомнение, так как последняя отсыпка в документах была плохо видна, но в нашей церкви принято считать даты явления иконы именно 1821 год. Исходя из этого, можно посчитать, что в 2017 году исполняется 196-летие со дня явления этой великой святыни на нашей земле. А явление происходило следующим образом. В четырех верстах от станицы Урюпинской области войска Донского на воздушенном берегу Хабра долгие годы жила смиренная стареца Ирина Лазаревна Гоголева, которая, побывав однажды на Богомолье в Киево-Печерской лавре, решила устроить подобные пещеры у себя на родине. Через несколько лет Ирина вместе со своей сподвижницей Анной Усачевой и при помощи некоторых богочестивых женщин соорудили себе необычное жилище в пещерные кельи на правом берегу Хабра близ каменного оврага. Изнутри они были выложены диким камнем. Здесь цветы и подвижницы проводили время в трудах, посте и молитве. Однажды женщины по обычаю отправились протекавшему неподалеку источнику за водой. Еще издаль заметили они необычное сияние, сходящее от ветвей молодой Ивы, которая расслаблена источником. Подойдя ближе, они обнаружили, что сияние исходит от небольшой иконы богоматери с младенцем, как бы парившей на воздухе среди ветвей. С трепетом, великой радостью приняли подвижницы святыни и перенесли ее в свою келью, где со слезами стали просить владычицу об исцелении от своих болезней и вскоре получили просимое. Вот как об этом пишет сама блаженная старица Ирина в донесении пархиальному начальству. Восьмой день июня 1821 года по старому стилю мы внезапно усмотрели на дереве, растущем на нагорной стороне нашего Урупинского юрта икону Божьей Матери без всякой надписи ей наименования. Мы тогда же довели ее всем до сведения местных священников и станичных правителей и перенесли ее в свое жилище, где и молились. Сожительствовавшая со мной девица одержима была до 1924 года недугом под лучей болезнью. И я сама болела более 24 лет, страдая от ран в обоих ногах. Однажды мы долго молились об избавлении от одержимых нас болезней и через неделю получили просимое. Этот самый образ Божьей Матери являлся в сновидении к некоторым больным и те с верой прибегали к нему и получали споро в болезнях свое исцеление. На месте явления чудотворной иконы Божьей Матери спустя некоторое время забил святой источник, а выше нее на святых горах была построена частом на честь коронавица императора Николая II. На сегодняшний день чудотворный образ Божьей Матери Улюпинская находится в Павловском кафедральном соборе города Улюпинск. 21 июня это день явления иконы Улюпинской Божьей Матери и с 1854 года стали проводиться 21 июня ежегодные крестные ходы с чудотворной иконой Божьей Матери от Покровской Церкви на Святой Источник и обратно. Каждый год по сложившейся традиции казаки Благовещенской Станицы Атаман Цодиков Сергей Михайлович и Кубанской Казачьей Ассоциации Волгоградский Кош Атаман Белов Михаил Гаврилович принимают активное участие в данных мероприятиях. Благодатная Мария Господь с тобою Благословен а ты женатый Благословен Благодатная Благодаря Господа Родима Крестные ходы изобретели и возоблены они были только в 1989 году. Этот день является очень значимым для каждого из нас. Он стал первым общепархиальным праздником. Также совершаются крестные ходы вокруг города Урюпинска с чудотворной урюпинской иконой Божьей Матери. По традиции каждый год в один из октябрьских дней священнослужители и верующие столицы российской провинции пешком проходят по периметру своего родного города, вознося молитвенные благодарности Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице за благополучно прожитый год. С 2006 года с одним из списков чудотворной иконы совершается крестный ход на байдарках по рекам Хапер, Бузулук, Медведица и Дон. Теперь и жители, проживающие на берегах рек, имеют возможность прикоснуться к такой великой святыне. Для того, чтобы святыня была доступна как можно большему числу верующих с 1998 года, по благословению его высокопреосвятейшего, преосвященнейшего митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, регулярно совершаются крестные ходы с чудотворной иконой Урюпинской Божьей Матери по всей территории Волгоградской епархии. И многие верующие люди получают уникальную возможность приложиться к святыне в своем родном городе или поселке. Благодарят люди, причистив Матерь Божию, заявленную к ним великую и неизреченную милость. И вновь автор и исполнитель Виктория Васильева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Пусть мир оправит любом, как было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир оправит любом, и не нужно лишних слов, так было и всегда так будет, так сложно потеряв все, сказать прости. И однажды утром одному проснуться, и стечи дорог по жизни пройти в конце пути, важно, чтобы ждало было бы туда вернуться. Пусть мир оправит любом, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир оправит любом, и не нужно лишних слов, так было и всегда так будет. Пусть мир оправит любом, так было и так будет. Пусть мир оправит любом, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир оправит любом, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир оправит любом, так было и так будет вновь, так было и так будет. Пусть мир оправит любом, так было и так будет. Пусть мир оправит любом, так было и так будет. И я хочу вас познакомить, если кто-то еще не знает, с удивительной прихожанкой нашего храма, святого и праведного Иоанна Кронштадтского, нашу землячку, поэта, писателя, кандидата филологических наук, члена Союза журналистов и Союза писателей России, дважды лауреата Государственной премии Волгоградской области, Государственная премия Сталинград, Татьяну Михайловну Батурину. Эта хрупкая женщина с несгибаемой волей, она сделала для православного Волгограда великое дело. И сейчас я вам расскажу, какое, потому что сама она себе мало когда рассказывает, но это человек достоин того, чтобы вы знали о ней. По ее инициативе 20 лет назад в нашем городе впервые был проведен фестиваль «Святая Русь», в котором принимало участие не одно поколение волгоградских поэтов и писателей. Она работала на телевидении, создала православную передачу «Свеча», в которой рассказывала о святынях и храмах Волгоградской земли. С 2001 года она является организатором и вдохновителем Царицынского Александра Невского фестиваля культуры, языка и журналистики. Это она является одним из основателей фонда Александра Невского в Волгограде. Это благодаря ее стараниям в наш город прибыли мощи, в том числе и Александра Невского, которая сейчас находится в часовне Александра Невского на Аллее Героев. И в своем творчестве она объединяет темы православия, патриотизма, любви к Богу и к Родине. А еще Татьяна Михайловна уделяет особое внимание молодежи, потому что благодаря ее инициативе было создано на базе школ, в которых дети изучают русский язык, красоту русского слова, в котором они пишут, пробуют свое перо первоначально. По ее инициативе совместно с нами был создан клуб «Покров» для творческих людей при библиотеке номер 6. Это патриот своего города и страны. Как видите, она не уехала в поисках лучшей жизни в столицу, а живет среди нас и старается что-то полезное делать для нашей земли и для нашего города. Татьяна Михайловна Батурина. Есть слово. А теперь я вас похвалю. А теперь я вас похвалю. Вот за это я вас похвалю сейчас. Значит, вот только что закончился фестиваль, 16-й Александр Невский фестиваль культу, языка и журналистики, наша замечательная Лариса Николаевна победила, заняла главный приз «Похлопаем ей». Этот приз выручал отец Георгий в храме всех святых на Мамаево-Кулкане. Вот, Татьяна Михайловна, вот это итог фестиваля, который длится год, а итогом фестиваля, совершения его работы, становится выпуск вот такого альманаха Александра Невский. Это вот за прошлый год, а это вот за этот год. Сюда вошли стихи учеников Татьяны Михайловны, и ни одного даже ученика об этом мы потом скажем вам. А еще я бы хотела сказать о том, что вышла вот такая газета «Казачьи кромки». Да, ради Бога, на тему. Скажете, покажете, я вот так вот могу подержать. Я сразу хотела сказать о главнейшем событии вообще 21-го столетия, о тех трудах, которые закончились прекрасным. Прекрасным началом строительства храма Александра Невский. И первый молебен, первый молебен вообще в 21 веке на месте уже первого этажа храма прошел как раз в день открытия фестиваля 11-го числа в 10-е, в сверху воскресенье. Мы там были. Это трудами не только фонда Александра Невского. Это трудами всех-всех волгоградцев, всех подвижников, а также многих гостей, которые раньше приезжали к нам. Все ведь молимся за это. И вот, наконец-то, это дело состоялось. И это дело всей нашей с вами жизни. Ну, Мария Николаевна, я вот когда должна вручить свою книжку все-таки девушке, которая пела? Вот вы забыли, а я вам отдавала знаки. Нет, я не забыла. Я хочу пригласить сюда опять Викторию Васильеву. Почему? Потому что сейчас на ваших глазах состоится историческая встреча. Я ей передаю микрофон, и она все расскажет сама. Я хотела... Это исторический факт, интересный, касающийся вас. Значит, когда я еще училась в музыкальной школе, это было в 90-х годах, заканчивала я в 98-м году. Меня периодически отправляли выступать на всякие конкурсы. Ну, я как пианистка участвовала. Вот. И в одном из конкурсов я уже, к сожалению, это было очень давно, я не помню, заняла какое место. И мне подарили со всеми прочими подарками книгу с ваших стихов, с вашей подписью. Мы уже стихи начали писать. Нет. Но я писала музыку на ваши стихи. Это не я, товар, я сидела. Ну, я сидела просто там, импровизировала. У меня просто был потом большой перерыв. То есть я не играла на фортепиано очень долгое время. Но можно сказать, я на ваших стихах выросла. Спасибо большое. Примите от меня в подарок мою книжку «Руси Юни». Это мой первый художественный роман про Русь. Только про нее роман. И Кристине, Кристине книгу. А эта девочка? А эта девочка ведет праздники православные вот здесь вот, на фестивалях на всех. Кристина? Вы знаете, столько хочется сказать, потому что столько вот разлучало тем, которые всегда все волнуют и, так сказать, живут в сердце. Ну, я начну, конечно, с молитвы Богородицы, а потом уже все остальное. Потому что самое главное, это молитва Божьей Матери. Самое главное, что эта стихи-то написана как раз после того, как я пришла с молитвы из нашей еще маленькой церкви, где мы все жались друг к дружке, где было тесно жарко. Вот, а теперь у нас большой храм. И мы все наблюдали, как он возносит свои глаза. Скоро, скоро. Вообще-то будет до конца. Вот стихи писались именно в те годы. Очень короткие молитва. Высь благодатная, строгая тишь, скромные подати. Господи Боже, как долго хранишь? Кто же я, Господи? Вот среди прочих устала прошла тенью безлистыйной, сень золотую. И несть нам числа. Ты же единственный. В лепотном круге детей и старух грежу им равная. Ибо в едином порыве наш дух, крепость державная. Сколь не пороганы стены и я, светом отбелены, сердцем взлелеены. Господи, вечно держава твоя. А теперь бы мне хотелось вернуться к теме, без которой ни один литератор, живущий в Сталинграде, на Сталинградской земле, не может обойтись. И она как-то вошла в мою тему. Все, все, о чем я пишу, все сплелось. И главный геройка, так сказать, примета нашей жизни русской, геройка, особенно на нашей Сталинградской земле. И семья. И вот в моем архиве, у меня вышла книжка, кстати, у меня премьера книжки, первая, премьера книги вышла, избранная. К моему юбилею, не буду говорить, столько мне лет. Вот, вышла книжка, избранная проза. Здесь повесть «Окошечко» есть. Окошечко, из которого я выгляжу и смотрю на детство, которое прошло и здесь, и на Доргоре, и в Бикетовке, и на Украине. И вот из детства, вспоминаю я и фантазирую, как же я появилась на свет, я вспоминаю всегда о судьбе своих родителей. В моем архиве хранятся их военные билеты, в них даты и места прохождения воинской службы, званий, должности, награды. Отец отдал армии почти 10 лет, на Финский фронт ушел в 1938-м, вернулся с Великой Отечественной феврали 1947-го из Болгарии, позже из Румынии, а там после войны служил начальником двух отделений. А мамина служба была короче. Мобилизованная в феврале 1943-го, вернулась в Сталинград после немецкого угона в Калитву и служила зачем врачом на разных фронтах Великой войны. Когда же и где они встретили свои родители? Я листаю военные билеты, сопоставляя цифры, наконец нахожу. Третий украинский фронт, Запорожская краснозаменная ордена, Суворовая дивизия, апрель 1945-го года. А они встретились накануне победы. А потом появилась я, через какое-то время, два года, и переехала у мамы под сердцем, через нашу границу Священного Советского Союза, и в ее мир я родилась уже на Сталинградской земле. И вот, представляя себе, когда я размышляю о существовании вечности, до прихода в этот мир, я пытаюсь неведомое или забытое достроить с воображением и всегда вижу почему-то бескрайнюю снежную землю, по которой идут мужчины и женщины. Ложились отческие рати, во снеги смертны, аки в сны, но шли и шли, отец и матерь, все шли по времени войны. Их душа прятал огонь небесный, от преисподнего огня, и возвышался ход сокрестный, в святом предчувствии меня. Я хочу подарить эту книжку вам, батюшка, на своем премьере. Я потом подпишу вам, ладно? Я наконец-то буду знать, что вы тоже мои книжки читаете. Ну а теперь, конечно, я хочу сказать о главном, о том, что есть у нас главное. Вот когда мы были на фестивале, и, вы знаете, у нас было великое событие на фестивале. Мы проводили ее в гепархии Калачевской и Паласовской. И владыка Иоанн, вернувшийся только что с самолетом, с Афона прилетевший, внедрился в наш автобус, вместе с нами ездил по всем пунктам, где мы были, с мощами Александра Невского. Везде абсолютно, где освещали закладной камень, то есть строящийся церковь. Это была такая благодать. Потом, когда мне дали слово, я ничего не могла сказать, потому что их так было много, священников. Знаете, просто вот сидели в крылатых своих одеяниях. Я только могла сказать огромное спасибо за то, что самые главные защитники наши, это священники. Их столько было вместе. И спасибо им. И что же я... И самая наша церковь, наша церковь, защитница великая, не будет церкви, не будет, но церковь будет всегда. Один старый священник говорил мне, последняя бабушка, последняя деревня будет молиться, а это будет русская православная церковь. Но последних у нас не будет. Итак, церковь для меня щит. Вот я подключу такое стихотворение про честное. Собор — светлынный русский щит. Русь копит сокровенность, и только в храме не таит спасительную древность. Былинный святости народ меня встречает у народ. И выцветший калика, и дева поленика, и отрок с ангельским лицом, и музыкант блаженный, и молодица с молодцом, и грешник прокаженный, и несогвенный юный князь, и царь в венце терновом. И все иные, отродясь, жити их выспреннюю связь, Своим я чтила домом. Собор — последний русский щит. Черные пауковы ползут на Русяковы, И дом на взгорушке горит. И вдали лебедовые ложатся плотник и пеит. Соратники Христовы. Да, тяжелое сейчас какое-то время, но а когда оно на Руси было трудное? В 12-м году в каком-то таком предчустии, ну, поэтическое такое предчустие, я написала очень короткое стихотворение, и почему-то употребляла в нем образ не Савинградского поля, а другого. Вот послушайте. Как больно, Господи! Как жалко! Всего, что спрятано Во груди у дома вдруг скричала галка, Что, куликом впереди? Да сколько ж можно Свято поле Топтать копытом и огнем? Доколе, Господи! Доколе ответил Бог Перемойкем! И еще одно стихотворение я прочту. Какую тему, вот, кто бы мог сказать тебе, мальчики, девочки? Наказачьи! 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 Девчачьи! Я про Россию! А почитаю я вам сейчас про Россию. Вы знаете, как много уезжают нас, покидают родину, многие, да? Убегают за границу, учатся там, становится вообще неизвестно какой принадлежности люди, возвращаются и так далее. А на самом-то деле, не знаю слово счастья. Вот такое я написала стихотворение про Россию. Уже ли съезжаешь, плачь измыганной, красивя? Мне не досуг. Кружусь в тетрадках при простых. Что не молюю? Все выходит про Россию. И кажется, она мой правец тих. А ты заводишь вздор, и душеньку спесивью за отчий круг туда, в приманчивую даль, слепая суетность. Глядел бы на Россию, а вось понравилась бы русская скрижаль, где промеслительный твой означен род, и русский колокол, и русский небосвод. Но ты в Лаптинских лад и жаркость обесенью бежишь от счастья, не предчувствуя Россию. А мы с вами не убежим. Мы здесь останемся. Спасибо. Надо сказать о том, что у Татьяны Михайловны этот год юбилейный. Она недавно отметила свой юбилей. Мне 700 лет исполнили. 700 лет, видите? Александру Невскому будет в 2021 году 800, а Татьяна Михайловна 700. Нет, ничто. И поэтому мы сейчас приглашаем еще Сергея Михайловича. Пожалуйста, батюшка, спросим вас поздравить Татьяну Михайловну. Татьяна Михайловна, вот я слушаю вас, и у меня возникает два момента в памяти священного писания. Первый, что ученик не может быть выше своего учителя, а второй, вспоминается заповедь пятая, чти отца и мать, то есть старших всех по возрасту. И складывается в голове вот именно такое, что Бог творец, а человек, он призван быть сотворцом, созидателем. И вот в вашей жизни, в вашем творчестве мы увидим вот действительно вот этот момент сотворения, созидания. В то же время мы видим вокруг и очень много примеров разрушения. Даже порой на наших детей смотрим, когда вот хорошая площадка, красивое там что-либо создано, и вот разносится в пух и прах за каких-то 5-10 минут может даже и нашими церковными детьми. Вот. И действительно, нет, но это на самом деле есть повод для размышления. А человек должен быть созидателем, он должен быть сотворцом, он должен быть участником в том, чтобы сохранить то, что Бог нам дал, сохранить и приумножить. Вот вся ваша жизнь, все ваши труды об этом свидетельствуют. Я хочу пожелать всем здесь присутствующим себе, потому что я чуть-чуть, может быть, и помладше вас, и поэтому я сказал для себя, что ученик не может быть выше учителя. То есть, нет, на самом деле нужно почитать старших, потому что они имеют уже и опыт, уже имеют результат. Мы еще, мы еще его не имеем, мы только на пути, а цыплят по осени считают. Поэтому, конечно, вы для нас примеры, для этих детей, которые здесь находятся. Я надеюсь, они тоже услышат те слова, которые мы здесь говорили. Но сейчас речь даже не о них и не о нас. Мы поздравляем вас с этой датой, с этим красивым юбилеем. Желаем вам долгих, счастливых лет жизни, вере, надежды и любви. Спасибо. Попадаю, огромное спасибо. Очень ограниченный тираж, тем мне приятнее, что он нашему храму, мне, нашему храму в моем лице, он достался. Спасибо вам за это. Много дня. Я хочу вас поздравить, какого боговещения станиц, который вы находитесь на приходе. Я помню, все-таки ваше участие в жизни. Давно здесь. Давно, давно, да. То, что пошел к мастерам, я в конце концов, у меня кто-то строится, это тоже вашим засловом. Я помню, когда я начинал с первых трех, и в последнем трех ставился, в Севербродском монастыре. Вы там принимаете уже активную участие. Это было просто, да. Да. Сосыщенно. Вот хочу поздравить вас. Спасибо. Наши станичные гербы, удачи станицы. Конечно, спасибо. 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 Конечно, здесь у нас отец Дьякон присутствует. Мы бы хотели вам все по-настоящему, по-церковному. Татьяна Михайловна, вот тут фестиваль, который проводит храм, большую работу воскресной школы, да, она выливается тоже в какие-то труды. Они тоже были победителями наш один год. А труды эти, они созданы руками детей. И вот, как говорится, душа воспитывается через руки. И поэтому детские руки, отдавая частичку своей души и теплоту своего сердца, они создают такие работы. Мы вот вам хотим преподнести такую работу, выполненную в новой технике такой. Вот, видите, это скрученные такие листочки бумаги цветные и выстроим все в такую композицию. Пусть этот такой радостный, светлый, солнечный храм напоминает вам об этом празднике замечательном. Спасибо, вы меня сделали счастливы, я вас... Многоденственное и мирное житие, Здравие, жизнь, спасение, Во всем благого поспешения подашь, Господи, Ныне тебе за именитой рабе твоей Татьяне И сохрани я на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, Спаси, Христе, Боже, спаси, Христе, Боже, На многое лето. Спасибо, Господи. Ну что ж, а сейчас мы, собственно говоря, с вами переходим непосредственно к нашей программе тех поэтов, творческих людей, поэтов и композиторов, которые сейчас перед вами выступят. И первым выступит, несмотря на его седины, даже некоторую такую, я бы сказала, ну не буду говорить, ученик Татьяны Михайловны Батуриной, Николай Григорьевич Сверидов. Он также является талантливым шахматистом и панамарь нашего храма. Можно? Можно. И Лариса Николаевна, и Николай Григорьевич являются выпускниками литературных курсов и Союз писателей. Вот откуда? Да, несмотря на то, что мы седыли, немножко, так скажем, седину скрыли, но мы ученики, чего и вам всем желаем, учиться в любом возрасте, никогда не поздно. Мне посчастливилось минувшей зимой заниматься Татьяна Михайловна Батуриной уроком литературного мастерства. И как раз получилось так, что было дело зимой, а зимой, вы знаете, Татьянен день. И вот, значит, Татьянен день так вот с творением сложилось. А в Петербурге зимний вечер, гружатся пары на балу, а Негинамин здесь замечен, Татьяна скромная в углу. Россия праздник отмечает и поздравляет всех Татьян. Она души во всех не чает, для них и жемчуг, и сахьян. И мы Татьяну поздравляем, желаем долгих светлых лет, чтоб жить проблем не замечая, и многих творческих побед. Она нас мыслить, научает, пахать поэзии жневьё, и Пушкин сам благословляет, из бронзы глядя на неё. И я, конечно, как ученица Татьяна Михайловна, хочу прочитать вам стихотворение, а называется оно «Дочери». Передам в наследство Родину, Ту, которую люблю, В Божьем храме Богородицу О спасении молю. Я жива терпеньем маминым и отцовской рукой, и я хранима крестным знаменьем. Дочь, и ты росла такой. Круглый стол, за ним все вместе мы, одарённая семья, хлебом, радостями, песнями. Это Родина моя. Богатая земля русскими талантами. Сегодня вы ещё услышите произведения наших земляков. Белоусов Николай Иванович, поэт, прозаик и песенник. В прошлом профессиональный журналист, а ныне главный редактор станичной газеты «Благовестница». Я прошу прощения, у меня горло болит, поэтому и стихия, поскольку волнуюсь, буду читать постпарламу. Хорошо. Микрофон, парафон, микрофон поближе. Значит, у меня тоже есть духовное творчество. Батюшка знает об этом. Значит, моё творчество идёт по трем направлениям. Значит, высшее творчество – это духовное творчество. Значит, я пишу об ом казачестве. Может, последний из воспевателей былого дона, но про нынешний дон. И третья ветер – это «Бабья доля». Это песни, посвящённые… Ну, будет у нас день казачьи, когда. Там услышите мои песни. Обязательно. Вот. Я прочитаю маленькое стихотворение. Оно восемь строк. Идёт явление Христа отвергшему его народу. Какой мы веры без креста, какого племени и роду. Пророком быть остерегусь, сей дар означен небесами. Но на колени становлюсь, Из-за тебя я вновь молюсь, Моя измученная Русь. АПЛОДИСМЕНТЫ В основе босоногий июнь. Я тогда работал на заводе «Барикады». Был, значит, рабочим корреспондентом Сергеем Михайлович Ромашковым. Был, значит, уважаемым на частной рыбалке. Не больше отрекнул. Вот. Он заядлый рыбак у нас. Вот. Так было сорокалетие, посвященное Сталинрадской битве. И был объявлен конкурс. Генеральный директором завода «Барикады». И я участвовал в том конкурсе. Значит, подал блог туда патриотически своих стихов. В том числе и о Сталинраде там было. Вот. И стал ауриатом этого конкурса. Получилось в фонде генерального директора целых 10 рублей. Учитывая цены тех, стабильные цены тех лет, это были большие деньги. А теперь само стихотворение. Вновь июнь к нам тихонько в окошко стучится, будто путник вернувшийся. Мир, милый край, той девчонке начальничка снится, унесла его грезы в цветущий май. Стоят они рядом, а миг все короче, блиночки в поле судьбы. Девчонка платится, девом горошек, но вдруг запахло разой, и парень кусочек прощальной ночи унес осколенную. Огненным смерчем война пронесла безумный стальной водопад. Сломал и сковеркал, но память оставил. И снова они, как бойцы, за стаби, память и жизнь рядом стоят. Вдова головой сединою покрытый с букетом июньских цветов и парень молоденький в бронзе отлитый, пришедший с девичьих снов. Ушло босоногое детство с деться вихрасты мальчонка и медь духового оркестра, ставший седою девчонки. Позарастали воронки и шрамы, бездонно на долгую сень, а наши седые военные мамы, как нежные песни русские. Высота 102 была написана композитор Борисенко, это профессор Лаваратского института культуры. Я в свое время закончил Лаваратский культ просвет училища, до сих пор держу, значит, контакт с Олей Григорьевной, это мои учителя, Борис Григорьевич. Вы когда-то написали, я написал стихи, а он положил к нам уступ. Но у меня есть свой вариант, это песни, но я почитаю стихотворно. Ушла военная пара, но высоту 102 штурмуют, и на асфальте детлора мелками подвиги рисуют, гремит фанфарами, парад ликует вновь под небом синим, блинный город Сталинград, твердыня Логи и России. А где-то высота вранит, здесь кровь солдаты проливали, здесь каждый камушек хранит, тепло сердец, что крепче стали. Даль напряженно смотрит мать, чей меч сметнулся под небеси, а в меродах парков благодать, гуляет здесь любовь и песня. Еще не кончена война, коль прах последний не схоронен, и чаша терпкого вина не настоял за долгим рогем, а мы порой, покой и мир поправ, все в неизведанное скачем, и только скорбный час, устав, мы поминаем их и плачем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, есть несколько слов. Вот, наш легендарный Татьяна Михайловна, значит, я ругодят двух конкурсов, фестивалей, фестивалей, судьба «Моя казачество» я тут выиграл в 2007-2010 году, это даже было рекомендован Союз журналистов России. Ну, а вот ваши конкурсы, значит, в 2014-2015 году красный диплом вы мне улучшали самолично. Вот, в 2016 году я хотел снова послать, но вы меня отговорили, сказали, что я уже из тех рамок вырос, вот, и привозили на свои курсы. Вот, поэтому, Татьяна Михайловна, ну, что я могу? Только вот, как истинный рыцарь и каваляр поцеловать попал. А сейчас позвольте и Николаю Ивановичу, и Николаю Григорьевичу вручить тоже подарки, которые были сделаны детскими руками вам на память о нашем сегодняшнем творческом вечере. Поэтесса, воспевающая красоту русской природы и мастер творческого подхода к приготовлению трапезных блюд Ольга Демидова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я ничего не занимала, я право спешу. Посвящаю к праздникам. Грех с Евой в мир людской вошел и стал причиной разрушения. Там, где сады цвести должны, одна лишь мерзость запустения. Одним укусом от плода сошли на нет труды Творца. Жизнь превратилась в испытание и нет страдания до конца. Но любит Бог свое творение, не оставляя рот людской, нам посылает во спасение заступницу, чтобы смогла разрушить замыслы врага. К ней зло приблизиться не смеет. Она чиста и нам дана служить примером, как любить, как непорочно, честно жить, чтобы возвратились снова к Богу, пока жить нам она на дорогу. И еще одно стихотворение. Крупкий взгляд усталых глаз, тихий нрав не на показ. Мать в груди прижав к дитя, защитила б ты нельзя. Волю Бога исполняя, смотрит, сердцем замирая. Как ее дитя пинают, надсмеявшись распинают. Люди, люди, что творите? Вы на матерь поглядите, ведь она для вас рождала, чтобы жизнь ведь лучше стала, чтобы сына почитали. Они вслед к нему кричали «Уходи! Ты нам не нужен, видишь грязь ты в наших душах, своенравный ты народ, ты в грехах своих утоп, доля тяжкая, святая, Матерь Божия, родная. Час настанет и народ с покаянием придет, слезы все твои отмолит, и никто уж не позволит попирать ногами сына, под защитой отца, все здесь сущему творца. Власть ему судить, прощать, нам же Бога умолять, чтоб обиды позабыл, и народ он свой простил. Мастер творческого подхода в приготовлении трапезных блюд. Замечательно. И сейчас мы хотим поблагодарить всех организаторов, всех тех, кто принял участие в этом замечательном проекте творческих вечеров по святым местам родного края. И прежде всего, духовного нашего попечителя, любимого батюшка, настоятеля Ирея Олега Ивашенко. Благодаря его трудам это воскресенье все организовано. Благодаря большим трудам директора воскресной школы Андрейшина Наталья Алексеевна. Мы не любят Наталью Алексеевну, чтобы ее представляли. Атаману Станица Благовещенская, Цодикову Сергею Михайловичу. Спасибо вам большое за такую большую работу, проделанную в течение всего года. И результатом становятся вот такие встречи. Спасибо вам большое. Хочется отдельное спасибо сказать Нике Васильевой, потому что это человек творческий, православный. Она принимает участие во многих фестивалях, конкурсах, концертах. Куда бы ее ни позвали, она всегда приходит, всегда бескорыстна, всегда с открытой душой. Ника, напоминь тебе детскую работу, чтобы тебе напоминала о нашем сегодняшнем мероприятии. И, конечно же, я не могу не отметить нашего замечательного Максима, который, ну, я считаю, что это воспитанник воскресной школы. Пожалуйста, подойди сюда. АПЛОДИСМЕННЫЙ АПЛОДИСМЕННЫЙ Итак, бессменный руководитель всем вот этой вот аппаратуры, на которую просто страшно даже смотреть, а он ей в совершенстве владеет, это Максим Клочков. Максим, тебе тоже на память, конечно, не напоминают. Спасибо большое. А вас я благодарю за то, что вы не просидели дома, около телевизора, не сходили там лишний раз в магазин, а, надеюсь, почерпнули что-то здесь интересное и что-то новое узнали. И сейчас мы с вами, как такая большая дружная семья, нас всех приглашают на чаепитие. Лариса Николаевна, АПЛОДИСМЕННЫЙ Общую фотографию. Фестиваль дарит. Я уже заранее подарила. Спасибо. Где есть ее стихи. Пожалуйста, почитайте. Она победитель этого года. Спасибо. По девушкам тоже Беларис Николаевна. По девушкам. Сделанной ручками воспитанников воскресной школы. Это всегда очень ценно. Помните, как нас всегда учили? Лучший подарок это книга и лучший подарок это тот, который сделан своими руками. Спасибо большое. Сейчас я вас приглашаю на общее фото. Давайте сфотографируемся, чтобы мы все вспоминали долгое-долгое время, насколько нам здесь с вами было хорошо. По-семейному уютно. Как нас согревало вот это творчество и взрослых, и детей. Объявление можно? Можно. Извините, пожалуйста, еще одну секунду. 20-го числа в 4 часа в доме офицеров будет вечер, который называется «Славься Отечеству». Там принялся участие поэты, музыканты, военные придут, ветераны придут. Как раз на короне Дня памяти павших от 20-го числа. Приходите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!